Мы снова общаемся с главным тренером украинской сборной Ю-16 Андреем Харчинским. Вы сыграли три товарищеских игры со сборной России. К сожалению, проиграли все, но были эпизодами очень хорошие моменты. Какой главный вывод из этих спаррингов? В каждой игре пробовали делать акцент на определенную систему защиты. В последний день вообще рискнули. Мы поздваивали на каждом отрезке площадки, поздваивали два защитника. Сразу шли к игроку с мячом, старались отрезать его от передачи в ближнюю сторону. Заставляли ошибаться давать передачи через всю площадку. Отыграли, я считаю, просто замечательно. Плюс 10 очков мы отыграли первую четверть. И на очень хорошем, высоком пульсе ребята выложились на 100%. Но последняя игра чуть-чуть не соответствует тому, что происходит. Потому что дал пятерым детям отдохнуть. Все-таки есть кандидаты тут 95-го года, для которых на высоком уровне, на таком скорости. К сожалению, наверное, у нас чуть-чуть физические кондиции послабее, чем у россиян. И выдержать в таком темпе им три игры подряд, ну, очень тяжело. Побоялся, чтобы не получили травмы. Но вот дали больше поиграть нашему высокому Сереже Загвине. Нормально выдержал, 20 минут отбегал вроде. Справился с той задачей, которую ему поставили. Будем, наверное, большой акцент уделять именно связке крайних нападающих с центровыми. Потому что хотелось перед играми сделать на это акцент. Но, как показала жизнь, не можем мы отдать туда передачу сразу. В тот момент, когда человек открылся. Чуть-чуть все идет с опозданием. Сказывается все-таки усталость. Сборная России, ну, довольно хорошая, динамичная команда, которая не прощает. Я очень сильно боялся того, что мы чуть-чуть расслабимся. Только расслабились сразу. Они не останавливаются по спинам. Забили все, что только можно. Маленькое расслабление. Это для детей будет определенного рода школа. Потому что на чемпионате Европы каждый день стараемся им объяснять. Не будет проходящих игр. Там 10 секунд расслабился, потом ты уже не попадаешь никуда. Для них, я думаю, ну, шикарно. Где-то даже по голове их чуть-чуть стукнуло. Потому что они привыкли на первенстве Украины совсем к другой защите. К другим действиям в нападении. Они вольготно себя чувствовали. Здесь этого не произошло. Очень жалко, конечно, что только три игры. Если бы было еще несколько спарринг-игр с такого уровня соперником. Будем надеяться, грузины приедут. Тоже 94-й год будет сильный. Но с грузинами, конечно, мне не на так хотелось бы сыграть, как с россиянами. Все-таки с грузинами мы играем в одном дивизионе. И показывать, что мы можем, чего не можем, ну, не хотелось бы. Потому что все-таки Европа маленькая. Сегодня уже определилось 15 человек. Уже определилось. То есть было 19. Изначально сбор начали 22 человека. Вот сегодня определилось 15. 15 человек приезжает 12-го числа. И уже более акцент сделаем на том, чтобы все-таки как-то плавно подвести их к чемпионату Европы. Потому что, ну, функционал, функциональная подготовка желает лучшего. Очень-очень-очень мы в этом плане отстаем. И вот, к сожалению, 10 дней сейчас после сбора опять распускаем детей. Хотелось бы их контролировать. Хотелось. В любом виде, как это выглядело бы, без разницы. На море. Восстановительный сбор, цикл. Ну, так, чтобы они были в одним коллективом, где-то в одном месте. Подконтрольно. Потому что, ну, что касается БК Киев, Днепропетровска. По Мариуполю не могу ответить. Будут они тренироваться? Не будут. Есть возможность такая. Днепропетровск. Подконтрольно. Дети приезжают работать, готовятся. БК Киев. Все дети сейчас едут со мной в Затоку. И целенаправленно будем работать над тем, чтобы укреплять полностью. Ноги, руки, все. Все подвести к тому, чтобы на чемпионате Европы выглядеть шикарно. Мы играем 6 августа по 16. Вы говорили о том, что будете акцент на защиту делать. И сегодня, когда у вас преимущество было, там, плюс 10, может быть, больше, я себе отметил, что Россия практически не сделала ни одного свободного броска в эти моменты. Они там, может быть, после подбора какого-то забили, там, один-два раза. Но, по большому счету, это была такая, как для учебника, защита, да. На всю игру не хватило. Но вот это то, к чему вы будете стремиться? Да. Я постараюсь 40 минут провести вот в этом темпе, подготовить детей к тому, чтобы они были готовы отработать так. В принципе, замены были плановые, потому что надо было все-таки всем детям дать поиграть. Но защиту я проанализировал первую-вторую игру. Россия тоже посмотрела. Мы чуть по-другому защищались. И сегодня пошли на определенный риск. Но если учитывать то, что у меня половина команды – это подвижные игроки задней линии, они могут, и функционально они, в принципе, могут выдержать 40 минут. Но теперь надо, вот правильно, до Европы осталось месяц. И надо за этот месяц детей подготовить к тому, чтобы они были готовы весь отрезок чемпионата, отыграть в этом режиме, на этом темпе. По сборной России я для себя сделал определенный вывод. То есть мы заставили их поднять пуль свой до того момента, когда они на этом пульсе не привыкли работать. Все трехочковые броски, которые происходили в этих четвертях, это все было мимо кольца. То есть для себя я сделал вывод, если на этом пульсе мы будем работать и привыкнем к этому, то заставить команду на этом же пульсе поддерживать темп даже в нападении против нас в защите они не смогут. Соответственно, если грамотно распределить силы на все 40 минут игры, то я думаю, третий, четвертый четверть можно просто додавить соперника и положительно все время заканчивать результат. Пока вот эти вот защиты, которые идут там, зонная защита, сдваивание, пока вот все получается. Дети вроде, в принципе, этот сбор весь прошел и контрольные игры, контрольные игры играли с листа. Никакого определенного взаимодействия в нападении не было. Все сводилось к тому, быстрее перемещать мяч, просматривали, как дети могут принимать быстрые решения в той или иной ситуации. Вроде, вроде где-то сдвиги есть, вроде каждый может на себя взять акцент. Но вот моменты, когда одни отзащищались, где-то сели отдохнуть, вторые должны, вот этот момент надо еще отработать. Потому что люди со скамейки должны выйти и помочь усилить защитную действие. Даже в этом варианте не важно, как завершится атака. Атаку можно завершить, там не успеть атаку сделать. Но не дать сопернику забить, это мы в состоянии сделать в любой момент. Ну вот сегодняшняя игра это показала. Потому что, ну честно говоря, я даже получил массу удовольствия. Сборная России, по-моему, все-таки даже не знала, что делать с мячом. Они просто от него шарахались и выбрасывали ваут. Они сделали за первую четверть, по-моему, 8 или 10 потерь. Причем таких ярко выраженных. Опять же, наше судейство, никаких претензий нету. Нам очень повезло. Три дня нам судили судьи, два дня фибовские судьи судили. Большое им спасибо. Приехали. Комиссары, все отлично. Федерация нам просто помогла с проведением этих игр на все 100%. На данном этапе, вот в этом возрасте обычно не выделяют каких-либо игроков. Но вот лично мне сегодня понравился, я по статистике посмотрел за предыдущие дни, 8 номер. Владимир Герун, да. Разностороннюю игру очень показал, как для большого. Да. Он будет одним из ключевых игроков этой сборной, судя по всему. Да, скорее всего, так оно и будет. Потому что Вова обладает техникой, броском. Сейчас только надо доработать чуть в защите, потому что он позволяет себе чуть отдохнуть в защите. Максимально выкладывается в нападении. Где-то моментами не чувствует, когда надо доиграть до конца, выложиться на все 100, а потом отдыхать. Ну, он эти три игры отыграл на одном уровне, потому что не было спадов нигде. Он, в принципе, стабильно играет от игре к игре. Прибавляет. Единственное, вчера он провалился, не было ни одного подбора. Где-то вот, ну, выпал, бывает такое. Сделал акцент на нападении. Но, в принципе, если посмотреть его как игрока с ростом 2.5, он очень подвижный, мобильный и очень сильно помогает ребятам. Очень. Он может сыграть как с передачей, там, в связке, так же под кольцом открыться, сыграть как центровой, что немаловажно. Абсолютно нас устраивает как лидер. При этом, вроде как, не тащит одеяло на себя. Получается так, что он играет в командный баскетбол. Вот это хочется еще отметить. Я посмотрел вот эти три игры контрольные. Как только мы начинаем играть один в один, показывать, что я могу из себя представить, сразу идет провал. Как только играем в командную игру, как правило, атаки завершаются забитыми двумя-тремя очками. И так же переходим плавно в защиту после такой осмысленной игры в баскетбол. В принципе, все. Спасибо. Пожелаем вам удачи, хорошо отдохнуть и не потерять наработанное за это время. Спасибо большое.